Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале «Экзегет». С вами священник Стахик Латвин. И сегодня, как обычно, мы с вами разберем один единственный стих. На сервис очень-очень короткий стих всего лишь из трех слов. И как-то кажется, вот даже может и пропустить такой-то коротенький стих. Но даже во времена отцов церкви, которые у апостолов, естественно, не было, и Христос не нумеровал в свои выступления, когда была вот такая разбивка традиционного переписчиков по стихам, они не даром все-таки остановились и не продолжили этот стих, ни что под этим номером, еще дальнейшую какую-то фразу, вот остановились на этих трех словах. Уже они подчеркнули важность того, что этому надо уделить внимание. Тут, говорится, уникальная информация. И мы тоже не должны это упустить. Не должны это упустить, хотя самое интересное впереди. Действительно интереснее впереди. Впереди уже какое-то вот истолкование притчи дано. Впереди уже открываются какие-то истины духовные. А здесь вроде, ну, просто старт только дается. Стих, о котором я сейчас говорю, предлагаю его тоже открыть, взглянуть в евангельские тексты, прочитать. Евангелие от Марка, 4 глава, 14 стих. «Сеятель слово сеет». Сеятель слово сеет. Но тоже, кто, конечно, Евангелие не первый раз читает, узнает, что дальше-то идет толкование, что это притча о сеятеле. Первая, самая знаменитая истолкованная лично самим Господом нашим Иисусом Христом притча, в которой нам Господь поясняет, как вообще, в принципе, с любым евангельским текстом нам работать. Как искать не только прямое, но и символическое толкование, как его применять в своей жизни, каких опасностей уклоняться. И дальше, правда, идут пояснения. Что значит птица? Вот птица. Что значит терния? Что значит каменистая почва? Как это в духовном смысле можно понять? Но вот этот стих, он уже все содержит самое важное. Потому что слово, напомню слово, вот слово у нас в современном русском языке, он немножко упростился. И вот если мы открываем церковнославянский текст, то мы увидим, что слово-слово передается двумя словами, двумя терминами. Есть слово, а есть глагол. Сейчас в современном тоже русском языке глагол — это что делать, что сделать. Нет, конечно, в церковнославянском языке глагол — это когда ты глагольшь. Ну, то есть обычное слово из нашей речи. Просто речь у нас — это как некоторый поток нашего повествования. А вот слово, как деталь речи — это глагол. В греческом языке тоже два таких слова, два термина для обозначения слова в кавычках. Это логос и рема. Рема, тут мы тоже видим, что это индоевропейское слово, индоевропейский корень, однокоренной нашим словом речи. Вот то, что ты, ну, просто сказал, какое-то твое высказывание, какое-то произнесенное тобой вот набор звуков, имеющий какой-то смысл. Рема. Это глагол, а есть слово, слово логос. Логос уже даже вот когда человек слышит по-русски слово логос, даже не ориентирующийся в христианском богословии, он что-то воспринимает, ой, возвышенные какие-то там умные философские книжки, так называются, общество, издательство и так далее. Так что логос, особенно логос с большой буквы, это нечто божественное, возвышенное высказывание. Это слово, слово, на котором держится мироздание. Для нас, для христиан, с одной стороны, все значительно сложнее понимание термина логос, слово, а с другой стороны, значительно проще. Потому что, если мы откроем Евангелие от Иоанна и прочтем самые первые стихи, то нам все сразу станет понятно. Сейчас мы не будем это делать. Вполне достаточно достаться и Пасхи, и что больше всего слышат людей в храме. Потому что на Пасху больше всего людей приходят, они приходят и читают. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Да, и то есть не очень-то понятно, вот Пасха, надо там воскресенье Христа читать. Что же это за чтение такое? Так нет, потому что слово это прежде всего, ну, можно сказать, такая наша характеристика Бога, причем Бога второго лица Святой Живоначальной Троицы, Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Бог-слова. То есть Бог-слова, Господь наш Иисус Христос. Это его, ну, вот такая характеристика. Бог, его сложно понять, его невозможно описать. Мы можем только к нему приближаться, уподобляться ему через исполнение христовых заповедей. И вот здесь, когда мы читаем фразу «сеятель слово сеет», конечно, мы для начала понимаем, что, ой, Господь говорит притчу не о посевной компании, не о том, как правильно урожай сеять, чтобы больше потом собрать. Он говорит о проповеди. Да, и что вот «сеятель сеет слово», но это слово проповедь. Но одновременно здесь, конечно, мы должны видеть и более глубокий смысл. Не только, что вот этот «сеятель» — это проповедник, но и то, что проповедник, который несет слово проповеди, он несет не просто набор звуков, он несет людям самого Христа, Бога-слова. Да, вот слово «плоть бысть». Вспоминаем еще одно высказывание из Священного Писания. На церковном славянском процитировал, так более возвышенно просто звучит. Но на самом деле, что слово стало плотью. Слово стало плотью. То есть вот эта возвышенная божественная природа приняла нашу человеческую природу, объединилась в лице второго лица живоначальной Троицы. И уже ты понимаешь, когда вот этот стих читаешь, ты понимаешь, что святые отцы на третьем, на четвертом, на пятом, на шестом Вселенском Соборе отнюдь не о каких-то отвлеченных вещах. Они спорили о том, как Христос воплотился, потому что это важно нам для следования за Христом. И поэтому не то, что ой, это древности, это не важно. Порой даже священники говорят, ой, ну зачем они там спорили о каких-то теоретических пустяках. Нет, нет, это все очень важно, потому что вот если мы не понимаем, что нам эта проповедь дает, если мы не понимаем Христа, то даже выучив Евангелие наизусть, мы к Богу не приблизимся. Конечно, вот этот сеятель, это прежде всего сам Господь наш Иисус Христос. Он говорит притчу о себе, потому что он самый истинный проповедник. И слово его истина. Сам Господь и говорит, и слово мое истина, поэтому мы можем не сомневаться. И Господь идеальный проповедник. И он идеально через свое слово открывает Бога, открывает себя, открывает Отца. Как мы помним, Господь говорит, я Отец и одно. Открывает Духа Святого. Духа Святого посылает, дует на учеников и говорит, приимите Дух Свят. Тоже все через слово действует. Берет и исцеляет человека. Говорит, возьми твой отр, восстань и ходи. Или говорит бесам, выйдите из человека. И бесноватый все прекращает бесноваться. Да, там говорит и слепорожденных, и хромых, и прокаженных, всех он словом исцеляет. Для Господа это было вовсе не обязательно. Он мог ничего не произносить, он мог ничего не говорить. И тем не менее, он всех людей исцелил. Но для нас он показывает, показывает, как важно вот это слово, как важно это общение, что через слово Господь действует в мире. И вот это слово, евангельское слово проповеди, уже когда ты понимаешь, что ты несешь Христа в своей проповеди, а не просто набор умных фраз, то ты будешь говорить и проповедовать куда более эффективно, если будешь помнить о том, что ты людям даешь Христа. На что может человеку тоже очень хорошо в богословии разбираться, или просто разбираться, ну хотя бы в азах церковной жизни, и он будет кого-то из своих неверующих людей, неверующих родственников сражать различными аргументами, что у них не найдется никаких возражений, и будет торжествовать, упиваться этим. Но за этим не будет Христа, не будет любви, и толку никто в храм не придет. Никто не придет и не пропадет, и твои слова будут, вот как Господь говорит, не метайте бисер перед свиньями, не потому что свиньи перед тобой, а потому что ты сам не на том уровне, на котором Христос проповедовал. Поэтому мы, когда берем и стараемся нашим близким как-то взять, помочь к Богу приблизиться, должны помнить о том, что мы предлагаем им Христа Спасителя. Поэтому если с ожесточением скажено слово, если слово сказано с гордостью, если слово сказано или наоборот небрежно, или слово сказано с каким-то ложным пафосом, то это слово не достигнет, потому что за этим словом, пусть это будет евангельская цитата, не будет самого Христа, который истинный Бог Слов. Но тут опять же, прежде чем только думать о том, как мы вокруг всех спасем, всем Христа проповедуем, как Господь говорит, врачу исцелися сам, начинаем с себя. И с нас то же самое. Мы приближаемся к Богу тоже через слово. Прежде чем кого-то поучаю и вспомняю, открываю я Евангелие, читаю, пытаюсь с ним разобраться, толкования какие-то смотрю, размышляю. Если тоже вот мы понимаем, что слово, оно должно, вот стало во Христе плотью, то и в нас тоже слово, оно действует и оценивается во истинность, как оно действует в нас. Если мы услышали евангельское слово, и оно даже проявилось не только у нас где-то в душе, вот в душе мы христиане, а снаружи мы такие неприятные, злые люди. Нет, а что если это слово проникло в нашу душу, и тоже слово плоть-бысть, оно стало влиять на наши поступки, на наши телесные поступки тоже, что вот мы там взяли и как-то позаботились о ком-то, да, уклонились от каких-то наоборот телесных грехов. Все потому, что в нас действует Бог-слово. Вот слово тоже в нас реализовалось. И мы взяли это слово молитвенное, направили ко Господу, и Господь нас укрепил. Мы взяли Господа этим словом, вознесли благодарение, или по-гречески, как произносится, евхаристию, и причтили святых христовых тайн. Да, и вот слово плоть-бысть, и вот это слово, Бог-слово Христос, через плоть, через тело и кровь Христова, под видом хлеба и вина, которое приложено Духом Святым, это нас наполняет, и мы тоже с Богом соединяемся. И тоже, уже соединившись с Богом и став храмом для этого слова, для слова, слово, которое истинный сеятель Христос уже внутри нас держит, мы должны соответствовать. Соответствуйте и тоже, мы идем, причтившись святых христовых тайн, неся в себе Бога слово, и должны вести себя так, обращаться с ближними так, чтобы быть достойным того, чтобы наша плоть проявляла, что тоже она Богу Слову принадлежит. И, конечно, вот мы берем, и когда уже причтились святых христовых тайн, мы должны дальше это сеять, потому что тоже сеятель Слово сеет. И мы тоже сеем, сеем Слово, и вот почему лучшее проповедь, это проповедь делом, забота о ближнем. Когда христианин говорит правильные вещи, но не живет по-христиански, никто его не слушает. Когда христианин говорит о помощи, но никому не помогает, тоже никто ничего не услышит, потому что Слово стало плотью, и мы тоже берем, и вот помня о том, что Господь прежде всего показал людям, Он говорил, возьми свой крест, и не то, что иди страдай, а иди за мной, я уже страдаю, и ты пострадай. Господь берет, и наоборот приходит в кану Галилейскую, и тоже наоборот к веселью призывает. Точно так же и мы, точно так же мы не только на словах, вот как тоже бывает, друзья на словах, друзья на делах. И мы эту разницу все-таки хорошо теоретически понимаем, а потом в проблемной ситуации и сами понимаем, что какие-то наши друзья, они лишь друзья на словах. Никакой помощи от них никогда не дождешься в экстренной ситуации. Да и в принципе им-то не очень интересен, а был интересен, потому что там должность какую-то занимал, тоже как-то пользу мог практически принести. Точно так же и вот и мы, нося слово евангельское себе, и слово ставшее плотью, через принятие святых христовых тайн, должны задуматься, а Богу мы, друзья, на словах или в делах. Да, Богу мы действительно, вот он в нас это слово посеял, и оно возрастает на каменистой почве, или оно вот слово, которое как вот тоже в русской пословице, замечательные христианские пословицы, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Причем эта христианская пословица, она что же здесь, по сути, перед этим в других словах, Христом сказано, имеющий уши слышать, дослышит. Да, услышали ли мы это слово Божие? Приняли ли мы его? Приняли ли мы просто объем евангельского текста, который можно исследовать, разобрать сколько стихов, сколько букв, где переписчики ошибались, какие археологические свидетельства вокруг, но никак это на нашей жизни не отразится? Или действительно к нам пришел Бог, посеял самого себя внутрь нас, в нашу душу, и отражается это на нашей жизни или нет? Субтитры создавал DimaTorzok